Я надеюсь, что моя память меня не подведет, и я все-таки выберусь отсюда. Плюс еще карта памяти почему-то плохо фурэчит, поэтому возможно, что это все будет не до конца. Только какое-то время. Так как я боюсь заблудиться, еще больше, чем я заблудилась, Думаю, я буду ориентироваться на какую-нибудь башенку, и не буду только от нее отъезжать. А посмотрите, какой у меня потрясающий фон. Говорят, тут очень много каналов, красиво, живописно. Надеюсь, что я их убежу. Прямо в городе, на окраине, я бы сказала, находится мельница. Здесь, как всегда, располагаются какие-то товары, типа кофе. Небольшой такой магазинчик. О, хлеб свежий, сыр. И много всего. Смотрите, какое красивое здание я увидела. Очень. Все такое древнее. В центре Дельфта, рядом с собором вот этим, вот огромным, еще строящимся, или на реконструкции, располагается, видимо, главная площадь, потому что, посмотрите, я так понимаю, что это блошиный рынок, потому что вот здесь вот, вот здесь даже есть портрет Ленина. И разные иконы. И какие-то необычные маски. В общем, все очень-очень интересно. Центр Дельфта очень переполнен людьми. Тут много туристов. Но стоит повернуть куда-нибудь подальше от центра, как ты сразу оказываешься в тишине, спокойствии и везде вот такие вот клевые каналы. Потому что Нидерланды в своем большинстве находятся ниже уровня моря. Поэтому здесь очень много каналов по всей стране. Дашу найти мне не удалось. Поэтому сейчас придется вспоминать как-то, как ехать домой. Желайте мне удачи. Я хочу добраться до дома вовремя, потому что к четырем часам нам нужно вернуть наши велосипеды, которые нам одолжил наш кауч. Надеюсь, он не будет на меня злиться, если я опоздаю. Я даже не знаю, сколько сейчас времени. Счастливые часов не наблюдают. А вы где-нибудь когда-нибудь терялись? Оставались без всего в непонятном месте? Ну, со мной это как всегда происходит. Стоит мне только не взять телефон или не зарядить его, как что-нибудь случается. Вот такого вот плана. Ну, ничего. Как говорится, язык до Киева доведет. Я нашла вот такие вот прекрасные цветы, вишни, всякое, не знаю, обязательство. Цветет очень красиво. Хотела сделать фотографии с собой на фоне, но, к сожалению, это не особо удачно получается. Вот в чем минус, когда ты один. Тебя некому своткать хорошо. Вот, поэтому у меня будут фотки. Ну, так, не очень хорошие. Но все равно, я сделала вам несколько. Оставлю в инстаграм, может кому-то понравится. Посмотрим. Надо как-то дальше ехать. Дальше мне уже не особо помнится, как я ехала. Ладно. Ладно. Все хорошо. Я достигну цели. Правильно? Правильно? Что-то в темене я добралась. Правда, дома никого нет. Я не знаю, сколько сейчас времени. Написано, что только четырем придет. Ну, главное, я нашла свое место. И где Даша, не знаю, но походу ее велосипед здесь стоит. Мы с Дашей наконец-то встретились. Перекусили и решили пойти на пляж. И такое чувство, что я оказалась где-то в клубе. По крайней мере, такая музыка здесь звучит. Здесь очень клево. Только посмотрите на эту набережную. Как вам? Так, водичка. Не хочешь искупаться? Только буквально я бы не там была. Настоящих художников ничто не останавливает ради фотографии. Даже холодная вода в Северном море. Ну, а дети, видимо, вообще не чувствуют холода. А вот этот вот отель очень похож на дворец. И рядом с ним колесо обозрения. Здесь же на пляже можно не только покататься на колесе обозрения, но и прыгнуть в банджи. Посмотрите, как прикольно море отражается в зеркалах. А еще здесь есть зиплайн. Походу, кто-то собирался прыгать. Ты погустила. А еще здесь готовят шуру. Смотрите, как это происходит. Порт свечора стоит 3 евро. После обжавки можно будет еще добавить нутеллу. А если вы захотите добавить нутеллу, то нужно доплатить еще 1 евро. Даша на это пошла. Продолжение следует...